Ребят, привет! У нас суббота, выходной. Ну, у кого выходной, у кого и гора работы, но это так, мысли вслух. Маргошка предложила мне спать в ботинках. Я практически почти так и сделала, но все-таки ботинки сняла. Надоело мне ходить в военных ботинках и в носках. Проспиртованных. Но вообще, мне кажется, что это, конечно, не особо помогло. Ботинки, такое ощущение, будто сделаны из кожи слона. Кто не в курсе, моя дочь в армии уже аж целую неделю. Ей выдали ботинки, которые давят. И вот мы тут всем миром пытаемся понять, что с ними делать. Там были предложения, чтобы танк по ним проехал. Ну, разные такие версии. Но в основном все сошлись на мнение, что я должна в них ходить в носках, пропитанных водкой. Интересный вариант, конечно. Мой папа был бы крайне против такого использования, такого благородного напитка. Но у меня есть какой-то алкоголь, 70%. Вот, собственно, этими и занимаюсь. Но мы отклонились от темы. У нас все-таки украшения. Сейчас я вам покажу Америкашку. Это наш любимый продавец из Лос-Анджелеса, который завозит всевозможные интересные минералы и камни из Индии. Очень простые серебряные оправы, но очень интересные камни. Заказать Америкашку невозможно. Я никогда не знаю, что придет. Но иногда бывает, что просьбы я удовлетворяю. Вот в данном случае, в сегодняшнем видео, будет две таких просьбы, которые я смогла удовлетворить, мне кажется. Но еще раз, девчонки, не наседайте. К сожалению, Америкашку на заказ не принимаю. Сама не знаю, что приходит. Ну, начнем. Ну, будет справедливым и тигру, конечно, показать, которая тут на солнышке греется. Тигрюша, скажи всем привет. Ну, вот как-то так. Ну, а теперь украшения. Одна наша подруга по каналу... А что это у меня на пальце-то? О, блин, девчонки, извиняюсь. И мальчишки. Это у меня фломастером порисовано. Это я просто весь вечер заполняю всевозможные бумажки, конвертки, подписываю. Не обращайте внимания, ладно уже. Кошмар. Стыдова какая. Ну, не важно. Короче. Меня попросила девушка по фамилии Фитиль, если я наткнусь у себя в закромах на лабрадор, который можно как-то в комплект все-таки занести, то есть кулон с кольцом или серьги с кулоном, или кольцо с серьгами. Но чтобы был более-менее один оттенок, чтобы я обязательно ей отложила. Смотрите, девчонки, я, в принципе, еще раз еще повторить, на Америкашку никогда заказа не беру. Я понятия не имею, что придет, и я это еще не помню, потому что ко всему. Но случайно получилось так, что я помнила о ее просьбе, и когда я увидела вот такой вот набор, я решила, что ей может это понравиться. Поэтому мы ей дадим все-таки возможность выбрать, поскольку когда я выбирала, я думала о ней. Если ей не понравится такой тандем, то я выставляю это на продажу или вместе, или отдельно, как хотите. Значит, смотрите, кулон 47 долларов, синий лабрадор, кольцо 45 долларов. И сейчас мы промеряем 20, он 19,7, это 19,7, может быть, размеры не подойдет в любом случае. Вот такой вот интересный вариант лабрадоров. Ребята, новички, кто хочет что-то приобрести с видео, я продаю только через видео, не через личку. Вы должны написать в комменте, хочу данное изделие, обязательно описание, не цену. Не говорите мне, пожалуйста, кольцо за 40 долларов, я не помню, мне нужно визуально. Например, овальное лабрадорное кольцо синего цвета, тогда я пойму, размер 19,7. Вы можете даже забить, например, коммент, что-то краткое написать, а потом уже спокойненько дописывать. Хотя нет, лучше не дописывать, она может перекинуть. Короче, лучше не извращаться, напишите лабрадор овальный синий, я пойму. Ну, это к слову, да? А потом уже вы мне пишите в личку, если я написала слово есть под комментарием, значит, как говорится, украшение ваше, и уже дальше мы спишемся. Ну, как-то так. Ребят, ну вот это вот номер один, да? Даже один и два. А сейчас я вам покажу, я не смогла остаться в стороне, когда увидела вот этот лабрадор, который в себе сразу, в себя сразу включает два совершенно момента, которые меня покорили и купили. Во-первых, это круглое кольцо, а вы знаете, как я люблю круглые кольца, а во-вторых, это зеленый лабрадор, золотой. А вы знаете, как я люблю зеленые и золотые лабрадоры, смотрите, какой разный камень, это просто убийца можно. Смотрите, какие разные свечения, это один и тот же минерал, вообще офигеть. Так, это кольцо 45 долларов на продажу, без никаких условий, никто его не просил, кроме моей души. 18,7, тонкие шинки, не маломерят, видите, его даже на свой 19 палец умудряюсь напялить, снять это, конечно, сложнее. Вот, так что крайне рекомендую, очень красивое колечко. Так, с лабрадорами мы разобрались. Дальше, я нашла тигровый глаз, я не любитель тигрового глаза, но когда я нашла данную версию, я офигела. Почему? Потому что вы сами сейчас очень удивитесь. Как вам такое? Вот это тигровый глаз, девушки, с кварцем. Вообще, тигровый глаз, очень странный минерал. Выветривание от соколиного глаза, перемешанное с кварцем или халцидоном. Короче, крайне сложно. Геотермальный минерал. С такими пластинками. Но я решила, что наверняка найдется любитель таких интересных серег. И не смогла пройти мимо и заказала вот эту пару. Видные и красивые серии. Цена 40 долларов. Тигровый глаз. Так что... И главное, срез камня-то классно подобран, именно симметрично. Очень молодцы индусы. Все аккуратно завальцовано. Смотрите, они не делают какие-то супер-пупер шикарные модели художественного плана. Тут именно упор только на камни. Ну и, разумеется, оправа в серебре, что тоже еще многим важно. Мне, например, очень важно, поскольку я знаю, что у многих есть аллергия. На добавки других металлов. Поэтому я, в общем-то, занимаюсь только серебром. Можно было, конечно, и золотишком заниматься. Но, как говорится, не те размахи. Радохрозит. Да, я и золото, если честно, меньше люблю намного. Серебром мне всегда нравилось больше. Смотрите, радохрозит очень часто у меня спрашивают. Время от времени я набредаю на какие-нибудь кулоны, кольца. А вот сейчас и сельги даже попали. Радохрозит напоминает немножко вот такую вот какую-то старую кровь, что ли. Не знаю, как это объяснить. Вот такой у него интересный оттенок. Тоже шикарно подобран срез в плане симметрии. Сельги очень легкие. Ну, например, вот с тигровым глазом, если размер, видите, сравнить. То есть намного меньше. Цена чуть дешевле, там на доллар буквально, 39 долларов. Так что вот у нас имеется и радохрозит. Как вы все знаете, уже раза два, по-моему, я вам показывала украшения с костью динозавра. Я человек скептический, как мы и Фомани Вера. И я еще в первый раз перекопала кучу литературы, информации. Мне все равно казалось, что фуфлой не может такого быть. Точно так же, как я про мамонта. Помните, я продавала украшения из бивня мамонта? Но оказалось, что на самом деле в Америке, в Аризоне, где-то там, есть целое кладбище динозавров. Где достать срез кости динозавра, это, в принципе, совершенно нетрудно. И поэтому это украшение действительно натуральное. То есть это не какая-то подделка. Но все равно, представьте себе, что такая рептилия бегала миллионов, я не знаю, 80-100 назад, 60 миллионов лет назад они уже как бы покинули наш мир. А вообще они несколько сотен миллионов лет бродили вообще по земле. А вот представьте, такая вот рептилия ходила, бегала себе под древним солнцем. А теперь у вас есть некая такая машина времени. То есть, в общем-то, это кольцо, не знаю, насколько оно красиво, но тут скорее все-таки вот историческая такая, как раритетка, какой-то артефакт иметь. Действительно, кольцо из кости динозавра. То есть очень романтично. Какой вид динозавра, я не могу вам сказать. И только вся информация, которая у меня есть, это что это размер кольца 18,2. У какого-то известного американского актера есть кольцо с костью. Динозавр Бон. Кто что-то был-то? Брэд Питт, что ли? Вот так, что девчонке, может, нужно второй палец ходить с динозавром личным, дрессированным на руке. Ну, а кому нужны живые динозавры, то у нас еще есть, в принципе, поскольку вот крокодильчики, черепашки, это все оттуда осталось. А еще утверждают ученые, что птицы тоже, в общем-то, это некий подвид, который развился от динозавров. Оказывается, динозавры были и с оперением. Вот последние исследования обнаруживают. То есть, представляете себе, пернатый динозавр. То есть, мы очень и очень многое не знаем о том, что происходило. Я не знаю, насколько... Вы знаете, вот на солнечном свету, еще раз покажу, на электрическом свету какой-то бурый, коричневый, некрасивый. А вот на солнечном свету он очень объемный, с вкраплениями. То есть, действительно, красивое кольцо. Такое очень строгое. Артефакт, иначе не назовешь. Как вам насчет океанической яшмы? Я яшму беру редко, потому что яшма и агаты, это меня как-то вот не поражает. Но иногда я нахожу какие-то виды и того, и другого, что мне прямо в самое сердце стрелу пускает. И думаю, не, ну это ж, ну это обязательно. Вот эта океаническая яшма, она меня убила своим вот этим совершенно потрясающим объемом срез... Фантастические, вот просто 3D, трехмерное изображение. И самый прикол, что в ней вот тут вот внутри еще вот видно вот какие-то вкрапления каких-то кристалликов, которые даже возвращают нам отблески света. Как пещерка такая, это, кстати, не дырка, это сплошное все. Кварц может быть, там кусочек, это как жиода перепиленная пополам. Ну, очень девчонки, сами видите, тут рекламировать и не надо. Это целый какой-то бешеный пейзаж, океаническая яшма. Этот бешеный пейзаж стоит 48 долларов, и он, в общем-то, довольно мелкий. А линейку-то нашу мы не знаем где, а не знаю. Что-то надо линейку поменять, это уж какая-то страшная такая стала. Так, 5, по длине он 5,1 миллиметр. По ширине он в самом широком месте где-то идет 2,2. Так, еще совершенно нереально интересная вещь, которую я накопала. Это металл, не побоюсь этого слова, висмут. Кулон совершенно улетный, какой-то вообще инопланетный. Сейчас я вам попытаюсь объяснить, что это такое и почему он так выглядит. Висмут в таблице Менделеева стоит после свинца. Но он, в отличие от свинца, не токсичен. Поэтому можете его смело носить. Даже более того, оксид висмута используют даже в изготовлении лекарств желудочно-кишечных заболеваний. Так что все в порядке, все кошер, как у нас говорят. Почему он такой странный? Вообще висмут по цвету напоминает серебро, белый, то есть белый металл. Но если он в чистом виде, если его нагреть до 271 градуса, по-моему, а потом очень медленно он остывает, то он кристаллизируется вот в такие кубики. Такое ощущение, что это сделано искусственным образом. Нет, вот это висмут, который в чистом виде, просто медленно остывая, создает вот такие интересные совершенно, как вы видите, трехмерные конструкции. Такое ощущение, действительно, что его как бы кто-то вручную вырезал. Нет, вот так природа придумала. Почему он цветной? А цветной он потому, что он оксидирован сам по себе. То есть никто его ничего не делал. На кислороде, на воздухе, если это чистый, без примесей висмут, он покрывается вот такой вот оксидированной пленкой бензиновой, как я называю, и становится вообще такой изумительно красивый минеральчик. Очень часто используются в украшениях, но просто надо всеми смотреть, подбирать какие-то формы, чтобы более-менее можно было носить, поскольку кристаллизуется он как хочет и куда хочет. Но в данном случае, по-моему, очень красиво его огранили. Не, не огранили, а завальцевали в серебро. Висмут вообще применяется очень много в... Все, что связано с атомными реакторами, там что-то делают из него, какие-то важные штучки, дрючки. Он из... В таблице Менделеева он в части, где тяжелые металлы, но опять же, еще раз еще подчеркнуть, он не токсичен, в отличие от свинца, который идет перед ним. И хорошая вещь, полезная и красивая. Если вам надоест этот кулон, вы сможете его при температуре 291 градус расплавить. И получится у вас что-нибудь другое. Ну, не думая, что такое красивое. Но тоже кристалликами. А, ну да, и цена 45 долларов. Ну, и девчонки, конечно же, как же нам без чароита? Давненько я вам не показывала чароит. И у меня накопилось тут сразу три кольца. Вот прям буквально. Сейчас я вам все их тут и продемонстрирую. Проблема такая, как мы будем их отличать, когда у меня будете в описании. Давайте так. Начнем с такого чароита. Это чароит. Назовем его узкий. Вот будет у него личное название. Узкий чароит. Необычайно красивая форма. Удлиняющая пальцы. Классический вариант. И камень хороший. Чароит, кстати, как и лабрадор, очень трудно подбирать. То у него вкрапления черные, то у него какие-то белые вкрапления. Идеальный 18 размер. То есть, очень много выбраковывается мною чароитов. Есть у меня, конечно же, такая возможность выбраковки. Но вот данное кольцо, на мой взгляд, довольно идеально. Цена 42 доллара. Весьма рекомендую. Мне он лично нравится. Это узкий чароит. Дальше у нас чароит в виде капли. Это, конечно же, покрупнее. Вот смотрите, для разнообразия. Форма у него... А, он маленький, ему поменьше. Это, наверное, 17. Он будет, конечно, подороже из-за того, что камешек покрупнее. Тоже хороший, очень качественный срез. Можно носить сюда. Можно носить сюда. Кому как нравится. Стрелочка. Иди отсюда. Подойди ко мне. Оно стоит 47 долларов. И размер 17. Давайте меня проверим. Да. 17,3. И третий чароит у нас будет треугольный. Треугольный чароит. Кстати, чароит. С ним приключилось интересно в моей жизни. Интересный момент. Он меня никогда не воодушевляет. Смотрите, есть камни, которые я не очень люблю. Например, малахит. Например, яшма. Например, тигровый глаз. Я как-то не мое. А есть камни, которые я люблю очень. Но это уже там перечень намного больше. А есть камни, которые нейтральны. Которые вообще мне никак. Ни в одну сторону, ни в другую. И вот чароит был одним из таких камней. Когда мне абсолютно не волновало ни в какую сторону. Ни в плохую, ни в хорошую. И как-то я приобрела от Американца кулон и кольцо. Плюс потом добавила маленький браслетик от Приволжского ювелира. И потом еще впоследствии у меня были бракованные от Американца серьги. Я вам даже их не показала. Я их починила. И тоже ношу. И вот такой вот комплект просто стал моим любимым. Я не знаю, вдруг я влюбилась в чароиты. Я решила, что это один из моих любимых камней. Вот как-то так я поменяла. В своем мнении еще можно следовать, что никогда не говори никогда. То ты думаешь, что ты любишь только блондинок. А потом бац и влюбился в брюнетку. И объясни это теперь вселенной. Почему ты такой непостоянный. Ребят, очень красивое кольцо. Оно 45 долларов. По цене оно посредине между теми двумя. А по размеру оно 18,6. И так все три чароита я вам показала. Что-то я не пойму. Уже 18 минут, даже 20. А вообще и рядом. И конь не валялся, что называется. Ну, конечно, сейчас у меня напишите в комментариях. Потому как трындеть надо меньше, а показывать украшения больше. Но, девушки, это же такое дело. Как же можно-то меньше трындеть. Так, изумительные серьги с опалом дендрическим. У меня спрашивали. Я каждый раз, когда вижу дендрический опал. Кстати, это один из камней, который я, да, люблю. Не могу мимо пройти. Вот не могу и хоть ты тресни. Здесь у нас имеется дендрический опал. Имеется оникс. Имеется горный хрусталь. Горный хрусталь совершенно натуральный. Вот с таким немножко зеленоватым отливом. Из чего мы делаем вывод, что это никакой не фианит. А именно горный хрусталь. Кстати, фианит, кубический цирконий. Тоже натуральный совершенно материал. Не знаю, почему люди к нему так относятся нехорошо. Делают фианиты очень тяжело. Выращивают. Это совершенно натуральный материал. И очень красивый, блестящий, недешевый. Да, но мы возвращаемся к опалам. Значит, такие классные серьги. 45 долларов. А я тут чего-то ковыряюсь параллельно. У меня было кольцо с опалом. И я вот хотела до кучи вам его показать. Ежели найду. Ага, нашла. Так, секунду. Никуда не расходимся. Я одной рукой открываю пакетик, который тик-так. Очень трудно открывается и шуршит. Вот такое кольцо у меня есть. Можно сказать, что это комплект. Можно сказать, что это не комплект. Не знаю. Тоже 45 долларов. Сейчас я вам его промерю. Люблю я опалу, черт побери. А, вот, кстати, опалу я тоже люблю. Только вот эти дендрические, белые. А просто опалу эфиопские я не люблю. А люблю искусственные опалы, которые ставятся в серебро в израильское. Видите, какая странная. 18,8. 45 долларов. 45 долларов. Комплект, не комплект. Как решите сами. В принципе, все это дело по отдельности. Так. Ну что, девчонки. Я, наверное, останавливаю видео. Буду выгрузить. И сегодня, чуть позже, выйдет еще один выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...